Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Хотел сразу сказать, что приближается тот день, когда состоится ежегодная конференция Балтийского форума. Известный, я думаю, нашим радиослушателям формат. Очень известные эксперты. Приезжают авторитетные из ключевых мировых держав. Это Соединенные Штаты, Россия. И опять, насколько я посмотрел по программе, ожидается очень широкое представительство экспертов. Ну и ситуация в мире, наверное, заслуживает детального анализа. Об этом мы поговорим с исполнительным директором Балтийского форума Александром Васильевым, который, естественно, я так понимаю, уже перешел почти на круглосуточный режим работы. Надо подготовить конференцию, столько гостей. Работы много, не правда ли, Александр? Добрый день. Добрый день. Работы действительно много, хватает. Потому что, как правило, мы принимаем гостей, и мы стараемся сделать максимум того, чтобы они могли плодотворно поработать в ходе конференции, но могли пообщаться между собой. И наши российские партнеры, и многие из них долголетние партнеры, часто говорят, что иногда в Москве реже друг с другом встретятся, нежели здесь, в спокойной атмосфере, сосны, море, юрмула, спокойно обговорить многие вопросы, которые часто, вот мы только что обе говорили, часто имеют среди российской делегации полярные взгляды по многим вопросам внутренней и внешней политики. Не могу не задавать вопрос, такой, наверное, когда вы готовили тему конференции основную, я так могу предвидеть, если я ошибаюсь, меня поправите, столкнулись вот с такой сложностью. Во-первых, все так быстро меняется, с одной стороны, с другой стороны меняется, мне кажется, в еще более непонятную сторону, потому что мы видим заявления, такие весьма радикальные воинствующие с обеих сторон, и от Дональда Трампа. Ну, Россия тоже старается не отставать вот в этой такой риторике, не знаю, новой холодной войны, или как ее назвать. Последняя информация, вот, которая буквально несколько дней тому назад появилась по инициативе Соединенных Штатов по поводу ракет средней и малой дальности, где Соединенные Штаты хотят выйти из этого договора, там и Китай как-то подключился, потому что Трамп обвинил, что и Китай не выполняет условия договора, хотя они больше относились к России или бывшему Советскому Союзу. Вот, как вы вышли из этой ситуации? Ну, вы обеих абсолютно правы, у нас заявлена была тема «Русские на Западе», вот, и впервые, может быть, и впервые, может быть, за пределами России об этом обсуждалась, вот эта проблема российской, тех россиян, и не только россиян, просто русских людей, которые рассеяны по всему миру, рассеяны на Западе, а и таких насчитывается от 20 до 30 миллионов человек, что немало, даже в сравнении с населением самой Российской Федерации. И, естественно, вот это отношение, отношение между Россией и Америкой, оно все время как бы подталкивал нас изменить тематику. Но мы решили все-таки эту тему оставить, и, может быть, одни из первых, серьезно ее обсудить. Но во второй половине конференции мы, естественно, дадим возможность авторитетной как российской, так и американской делегации. Американцы представлены Atlantic Council, Карнеги-центром, с центром Сковкурофта, теми мозговыми центрами, которые сейчас, по сути дела, дают рекомендации нынешней администрации американской, пообсуждать именно проблемы отношений двух стран. Это Америка и Россия. И, наверное, Латвия, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что Латвия – одна из тех стран, где вот эти отношения проявляются, и вот это, может быть, соперничество проявляется на более остром. Что касается того, может быть, что бы вы хотели, или что мы все ждем, что могли бы прояснить там эксперты. С одной стороны, есть один сценарий, когда, ну, может быть, самый неблагоприятный, когда начнется что-то, как многие прогнозируют, какая-то новая гонка вооружений, которую, в принципе, ну, не знаю, люди и моего поколения, и вашего, тем более, уже пережили, где огромные средства держатся, тратят на то, чтобы этот паритет каким-то областям сохранить. Это один сценарий. Второй сценарий, что после вот такой напряженной обстановки происходит какая-то разрядка. Что вообще вы ждете от экспертов? Что они могут сказать? Вот кроме того, что они дадут нам диагноз. Ну, я, во-первых, бы сказал бы немножко, начал бы немножко с другого, возвращаясь вот к тем словам, к той инициативе, которую, Абек, вы сказали по поводу прекращения американцами соблюдения, вернее, только не прекращения, только предупреждения, что через полгода они прекратят соблюдать договор о ракетах средней и малой дальности. И я бы все-таки сказал о том, что, наверное, иногда не надо сразу, как бы с порога, отрицать, наверное, те очень противоречивые шаги президента США Дональда Трампа. И он как предприниматель, он заточен на многие прагматические вопросы. И, может быть, всегда надо задать вопрос, а насколько эти шаги, наверное, обоснованы, и под ним, возможно, есть какие-то логические рассуждения. И здесь действительно каждый договор надо соблюдать, каждый договор надо лелеять, заботиться о нем, чтобы он продолжал, может быть, развивался. Но во многом случае, наверное, вот этот договор, который в свое время заключил Рейган и Горбачев в 87-м году, прошло уже более 30 лет, носил для Европы, для нас, значит, для той же России, для Америки очень важное символическое значение. Но ситуация поменялась в мире. И американцы видят, что дело даже не может быть в России, а дело в том же Китае, у которых по самым скромным подсчетам 2000 ракет из них 80% подпадают под это ограничение. И их никто не ограничивает. И они говорят россиянам, если будет заключено новое соглашение, в котором примут участие, в том числе и такие страны, как Северная Корея, Китай, Иран, это будет и в ваших россияне интересах. И, насколько я знаю, два года назад такая инициатива впервые была озвучена в Организации Соединенных Наций, но тогда ее не поддержали. Для европейцев это, наверное, будет очень важным символическим шагом отхода вот от этой стабильности, когда европейцы жили вот на этой границе, и в любой момент могла начаться глобальная война, которая уничтожила бы всю европейскую цивилизацию. И это был важным договором, важным, как бы символичным таким значением. И для многих европейцев и против, скажем, стали воздражать против решения американцев о выходе из договора, стали, в немыслимое дело раньше, стали воздражать высшие чиновники того же НАТО. Потому что для европейцев вот этот отход, продолжение отхода от основополагающих договоров, ограничивающих массовую ракетно-ядерную гонку, это опасность. Это опасность для них, которая может закончиться, да это для нас, может закончиться смертельным исходом. Может быть, несколько слов так чуть-чуть набросаете, чтобы наши радиослушатели представляли об американской делегации экспертов. Она ожидается очень обширная. Притом, я так понимаю, что это люди не просто мыслители, а это те люди, которые влияют на политический процесс, в том числе и на нынешнюю администрацию. Ну, я бы, наверное, посоветовал в первую очередь нашим радиослушателям открыть наш сайт Балтийского форума balticforum.org и там программа. И вы лучше, как говорится, один раз прочитать, чем услышать все-таки и посмотреть на этих людей, на их имена, на их должности. И уже краткая, как бы, предыстория будущего обсуждения, оно уже нами дается. Но если сейчас мы откроем какие-то западные аналитические издания, то мы там увидим, что обычно, как бы, ну, может быть, не официальную точку зрения, а точку зрения, которая близка к точке зрения американской администрации, как раз и высказывают Atlantic Council, высказывают, значит, тот же Центр Скопкрофта, прислушиваются очень внимательно к рекомендациям Карнеги-центра. И имена у нас не только они очень обширные, но там, вы видите, ко многим нашим докладчикам добавлено слово ambassador. Значит, в принципе, этот человек, этот, как бы, человек, который уже поработал полноправным червячами, полноправным посланником своей страны, у него, как у президента, это сохраняется на всю жизнь, значит, люди не просто, не просто люди, которые ученые, книжные черви, что называется, а люди, которые раньше принимали самое активное участие в выработке и реализации внешней политики Соединенных Штатов Америки, они знают, о чем говорят, они знают практическое дело, доскональное, как бы, в практическом русле, как выполнять это, и поэтому их рекомендации и их выводы обычно очень внимательно их выслушивают, и, кроме того, они, конечно, а кто знает, может быть, кто-то из них рано или поздно опять будет призван на, как говорят в России, на государево-службу, и опять же будут проводить и реализовывать внешнюю политику великой, великой державы. Ну, интересно, что я, по крайней мере, среди вот списка гостей или американской делегации обнаружил и бывшего посла Соединенных Штатов в Латвии, кстати говоря. Ну, там не только бывшие, там и будут выступать и нынешние работники посольства. Посольства американского, да. Так что в этом случае мы здесь и сможем участники дискуссии посмотреть, насколько велика разница между нынешними людьми, которые реализуют политику нынешней администрации и теми людьми, которые здесь работали и определяли политику нашего заокеанского партнера всего лишь там 10 лет тому назад. Вот интересно, если мы говорим о Балтийском форуме в принципе интересно послушать будет, вернее, посмотреть на реакцию латвийских властей, не секрет, что в определенные годы потом, все-таки, я так понимаю, что ситуация несколько изменилась, в определенные годы представители правящей коалиции, они там менялись, Латвии весьма прохладно относились к Балтийскому форуму, МИД Латвии тоже одно время, ну нельзя сказать, что игнорировал, но не очень поддерживал вот эту конференцию, я так понимаю, что все-таки со временем какая-то эволюция произошла. Ну, я думаю, да, я думаю, да, я не хочу ничего говорить о плохого о наших коллегах здесь, в Латвии, ну, наверное, согласитесь со мной, ну, никто не может пригласить сюда, в Латвию, такого уровня российскую делегацию, в которую входят не только эксперты с мировым имением, да, но и люди, которые принадлежат сейчас, как бы, значит, к определенным властным структурам, то есть люди, которые имеют непосредственный выход на первое лицо государства, что в России, скажем, это очень важно, и поэтому я думаю, что, естественно, наши коллеги, работники министерств, в том числе иностранных дел, они, и не только иностранных дел, того же министерства сообщений, других министерств, они используют приезд экспертов и высших должностных лиц соседнего государства, чтобы пообщаться, в том числе неформально, это, здесь нет никакого большого для этого секрета, да, вот, и, ну, конечно, в данный момент мы еще попали, как бы, в фактическую пересменку, но это отдельная, как бы, специфика латвийской ситуации данного момента, и мы-то и рассчитывали, что мы проведем в этом году не в мае, а уже осенью, уже, как бы, на после выборов, и чтобы никто вас не обвинил в какой-то там, не знаю, агитации. Ну, это само собой, но мы думали, что к этому времени как раз будет ясна уже расстановка политических сил, расклад будущей правящей коалиции. Пока не ясно, но это во второй части поговорим, да. И, к сожалению, чем дальше, тем эта неясность и непонятность этой ситуации становится более очевидна. Вот. Но я думаю, все равно политику определяют часто не министр, не парламентский секретарь, которые являются политическими фигурами, а определяют конкретные работники, конкретные чиновники-исполнители, они, как правило, меняются достаточно редко, и поэтому мы рады всегда, что приходит на наше мероприятие государственный секретарь, который является фактическим управляющим всех работников министерства, выступает со своим видением, и мы в данном случае считаем, что это достаточно важно и для нас, для того, чтобы подчеркнуть официальную точку зрения латвийского государства наше мероприятие, но это важно и для работников наших министерств, для того, чтобы сверить часы со своими коллегами из России, Соединенных Штатов Америки, из Европы. Вот, понятно, что здесь тяжело что-то прогнозировать, но вообще, есть ли цвет в конце туннеля с точки зрения латвийско-российских отношений, который находится, наверное, в такой одной из самых низких точек, так по крайней мере обе стороны считают вот со времен, не знаю, начала 90-х годов. Александра, вы прекрасно помните, когда только Балтийский форум зарождался, ее первые конференции. Ну, это фактически было и начало, принцип начала, когда мы не знали, кто мы такие. Это был 98-й год, 20 лет тому назад. Вот мы, кажется, возвращаемся, да, с точки зрения отношений сегодняшних Латвии и России. К сожалению, да, действительно, наверное, все-таки мы не возвращаемся в эту точку, но как бы развитие идет по спирали, мы оказались на витке или по синусоиде вот на этой нижней точке. Но я бы здесь, наверное, не столько говорил бы, наверное, о латвийско-российских отношениях, я бы здесь все-таки говорил бы больше о российско-американских и российско-европейских отношениях. Это покажет нам дискуссия на конференции, в том числе, вторая ее часть, о чем я уже говорил. Все-таки очень большое значение определяет на нашу внешнюю политику позиции Вашингтона и позиции Брюсселя. Вот вы смотрите, прошло всего лишь один день после того, как Дональд Трамп объявил о вероятном выходе Соединенных Штатов Америки из договора по ракетам средней и малой дальности. А уже наш министр Ренкевич тут же сказал, что да, мы полностью поддерживаем политику и мы поддерживаем выход. Конечно, мы выражаем сожаление не без этого, но мы поддерживаем. И я каждый раз задаюсь и вопросом, а насколько все-таки выработка нашей политики, внешней политики нашего государства, она неотделима от общей фарватерной линии. и насколько мы можем немножко в сторону отойти? Или у нас все-таки действует шаг, как в гулаге, шаг в сторону, побег на месте, стреляем без предупреждения? Да, может быть, еще один такой вопрос в первой части. Если мы еще говорим вот о американном, может быть, о российских отношениях, мы помним, что в прошлом году на Балтийском форуме по итогам президент Балтийского форума всем нам известен Янис Рубанович высказал такую даже идею или инициативу, что может быть действительно Латвия, пускай площадка точнее Балтийского форума здесь в Риге или в Йомале неважно, могла бы стать вот такой площадкой, где бы американские и российские политики могли бы, как вы говорите, сверять часы и пытаться находить эти точки соприкосновения, потому что мы видим, что фактически диалог сейчас подменяется какими-то монологами, то есть какие-то идут односторонние заявления Соединенных Штатов, потом односторонние заявления России, Китай тоже реагирует, но вот такое общение сейчас происходит с помощью заявлений, не знаю, и пресс-релизов, то есть нет диалога. Вот на ваш взгляд насколько реально, чтобы эта идея вообще воплотила жизнь? Ну, форум прошел в прошлом году в мае, а в июле, как вы знаете, встретились президенты, ну, к сожалению, не в Риге, и даже не в Вене, а в Хельсинки встретились президенты Соединенных Штатов Америки и России. И тогда там прозвучала идея, которая еще более вдохнула как бы оптимизма в наши планы. Были тогда, говорит, необходим центр или как бы такой вот мудрецов, которые могли бы продумывать, высказывать, выдвигать рекомендации, и мы как бы обрадовались, что возможно вот как раз вот это вот. Но здесь, наверное, здесь очень важно, наверное, и роль официальных лиц, официальных лиц того государства, хозяева которой находится вот эта площадка, где будет размещено вот это вот гнездо вот этих вот мудрецов. И в этом смысле и Финляндия, и Австрия гораздо более выгодно отличаются от Латвии. Там, значит, их главные как бы лидеры этих стран и в Австрии, и Финляндии, никто их не может заподозрить, что они не являются частью западного мира. Но вместе с тем они всегда стараются подчеркнуть свою как бы независимость, определенную независимость, определенную, может быть, возможность как бы своей точки зрения или, по крайней мере, пускай это не точка зрения, но они всегда понимают, что, наверное, во главу своей государственной политики находится национальный интерес этого государства. И это дает возможность им сказать, что да, наша позиция беспристрастна. Мы готовы вам предоставить площадку, но никто априори не будет на ней доминировать. И в этом отношении точно не хочу повторяться. Я думаю, что официальные лица латвийского государства пока вот эту политику как бы независимой своей позиции не демонстрируют. И поэтому, может быть, американцы согласились бы на Латвию как вместо вот этого диалога. Но я думаю, что пока для российской стороны это неприемлемо. Это неприемлемо, да. И здесь, конечно, тоже нужно задуматься латвийским властям. Ну и тот факт, что фактически наш министр иностранных дел лицо не рукопожатное в Российской Федерации это тоже сыграет определенным негативным миром. Но это не значит того, что Балтийский форум и наши партнеры и так далее будут продолжать свою, заниматься своим, как нам кажется, благородным. Пусть со стороны возникает впечатление, что почти безнадежное дело. Александр Васильев на студии исполнитель директора Балтийского форума. Небольшая пауза новости и рекламы. Не переключайтесь. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Исполнитель директора Балтийского форума Александр Васильев у нас в студии все-таки используя такую возможность, что у нас в гостях не только исполнитель директора Балтийского форума, но и социолог, который очень внимательно следит за политическими процессами, в том числе и за результатами выборов, и за этим поствыборным процессом. Что сейчас происходит? На мой взгляд, эти переговоры условно правых, или как они сами себя называют, явно не по-европейски называют, откровенно латышские партии, то есть так теперь поделили партии, чисто по этническому признаку, сами они говорят, но фактически эти переговоры сейчас зашли в тупик. Или я не прав? Как вообще вам видится вся эта поствыборная ситуация? Ну, во-первых, надо говорить о том, что Латвия, конечно, уникальная страна, с этим никто, наверное, не спорит, и эта идея... По многому уникальная. По многому уникальная. Потому что нигде в мире, ну, по крайней мере, в Европе нету такого понятия зеленые крестьяне, потому что если зеленые в Европе, это обычно левые, причем крайне левые, то с крестьянами не по пути. А с крестьянами правая партия, по крайней мере, правоцентрическая. У нас такая есть. Объединили бульдоры с носорогом, скрестили, да? Нигде не бывает национальных либералов. Либералы по априори, это космополиты, люди, которые придерживаются каких-то глобалистских взглядов, но у нас они еще и националы яркие, такого тоже нигде не бывает. Поэтому ничего удивительного нету, что у нас возникают всевозможные альянсы и всевозможные комбинации властные, которые в другом мире вызывают отропе у аналитиков. Но я бы здесь все-таки прошедшие выборы назвал бы самую большую опасность вот эта вот раздробленность. Раздробленность партии, которой уже нету, ну, наверное, с 95-го года, когда, вы знаете, это напоминает немножко, может быть, на меня обидятся латвийские политики, но это напоминает раньше очень популярный цирк лилипутов. Так. Вот, когда люди приходили в цирк, это сейчас, конечно, политкорректные времена, и таких цирков, по крайней мере, немного, очень мало, но раньше люди специально приходили, чтобы посмотреть, как вот эти маленькие человечки, ростом с 8-9-летнего ребенка, могут ли они сделать такой же сальто-морталы и так же смешные клоуны, как и у взрослых людей. Вот. И так же получается у нас, для того, чтобы создать правящую коалицию, скажем, с хорошим, уверенным большинством 60 депутатских мест, надо собрать 4, даже 5 партий, и они все, у кого 9, у кого 11, 13, в лучшем случае 16 мандатов, и причем они самые различные, но у нас, и опять же, даже если взять такое неполиткорректное сравнение с цирком лилипутов, у нас получается какой-то цирк злобных карликов, которые пытаются объединиться между собой, для того, чтобы нарушить работу, может быть, той же, ну, как скажем, нормальной фракции, той же согласия, которое могло бы принять участие, конструктивное участие в этих делах управления государства, и давно, наверное, созрело для этого, и объединиться. Я так понимаю, если мы говорим, я извиняюсь, перебиваю по поводу уникальности, наверное, еще одно уникальное случай, что игнорируется победитель этих выборов, да? Это такой для его... Ну, к сожалению, да, но все-таки, наверное, в данном случае в латвийских условиях надо, пускай это критично, конечно, звучит, но надо побеждать увереннее. Победа в 20%, наверное, это очень условная победа, вот, это возможность создать нормальную, серьезную, рабочую фракцию, но не более того. В наших условиях было бы идеально, если бы было бы у согласия не просто крупнейшая партия, которая являлась ядром будущей двух, максимум трех партийной системы. И вот здесь фактически я вот об этом и только что говорили, о том, что фактически согласию не хватило всего лишь одного мандата для того, чтобы, может быть, с другими двумя партиями, таких как КПВ, ЛВ и те же зеленые крестьяне, которых сейчас пытаются вытолкнуть всеми силами из будущей правящей коалиции, могли бы создать свое будущее правящее большинство в латвийском парламенте. Я думаю, что, конечно, если бы согласие было бы представлено чуть больше, хотя бы чуть больше, то совершенно другой расклад был бы, наверное, и в ходе вот этих переговоров, затянувшихся переговоров, и причем которые чем дальше, тем больше носят скандальный характер. Когда уже никто не говорит о том, а давайте мы повысим зарплату, что обещали совсем недавно, всего лишь две недели тому назад. И пенсии, и зарплаты. Никто уже не говорит, что давайте количество министерств уменьшим до восьми, а количество чиновников на тридцать и даже на пятьдесят процентов. Никто не говорит о каких-то других реформах, которые обещаны были избирателями. Тупо делят власть. И это, ну это, вот булгаковская, булгаковская, наверное, осетрина второй свежести. Когда к власти пришли, наверное, те же политики, но, наверное, в нынешних ведущих партиях, которые считают себя победителями, ну мало кто может похвастаться, как Пабрикс или Борденс, тем, что они были министрами. Это, как бы, пришел второй, третий эшелон, которые рискнули выйти из правящих партий, рискнули создать свои какие-то новые политические объединения и неожиданно, может быть, даже для себя выбрали и получили тот счастливый лотерейный билет. И еще несколько месяцев назад они были дублерами первых лиц государства, а сейчас они сами. И я спрашиваю себя, а так ли может дублер, всегда ли дублер, лучше основного исполнителя? Как правило, это редкость, и у меня возникает большое закрадывается сомнение в том, смогут ли новые правительства дублеров быть по-настоящему лучше, чем даже те остро критикуемые правящие политики, которые совсем недавно определяли лицо латвийской политики в целом и по внутренним, и по внешним вопросам? И у меня нет ответа на этот вопрос. Да. Вот еще, может быть, такой интересный вопрос, что, когда мы слушаем вот эти дискуссии, уже поствыборные, во-первых, такое создается ощущение, что многие политики еще там в довыборном периоде они так и не поняли, что выборы закончились и продолжают свою придурбанную риторику. Это раз. Во-вторых, насколько я понимаю, пока вот эту коалицию они могут договориться, как я понял, только по двум вопросам. Они уже признают, что какую-то региональную реформу надо проводить, потому что государство больше не в состоянии опустевшие регионы вообще содержать. И второй вопрос, это вот перевод всех учебных заведений, включая детские сады, только на латышский язык обучения. Только по двум пунктам они могут о чем-то договориться, я так понимаю, на сегодняшний день. Ну, я бы назвал еще один пункт, самый главный. Возможно, все остальное, но не должно быть согласия в числе правящей коллекции. Да, это тоже они уже договорились. Это самое первое, с чего все это началось. Да, конечно, я просто думаю, что вот в продолжении вот этого разговора о том, что просто, может быть, люди не представляют, они представляют реального того, о том, что любая реформа, которая проводится, какая бы она ни проводилась, она начинается с того, что она требует дополнительных денег. Даже если эта реформа того, как уменьшит расходы государства, оно вначале требует определенных как бы вложений. Но если люди не понимают от того, где эти деньги взять и как их заработать, я думаю, поэтому они и скатываются в предвыборной риторике. Так проще. Вот. Но я могу ошибиться, но столь быстрого, стремительного отхода от тех обещаний, которые дали в предвыборной кампании, я не помню. Я не помню за все 30 лет новейшей истории Латвии. Все затоптали, все, что обещали, по крайней мере, молчат и тупо-тупо делят министерские портфели, делят власть и этим только и этим и заняты. Вот все-таки возвращаясь еще буквально несколько слов, что касается выборов, возвращаясь самим результатом выборов, вот все-таки у меня создалось ощущение, что это видно и, кстати, по общей явке, да, это была рекордно низкая вообще явка за все последние 28 лет, но все-таки у меня создается ощущение, что очень многие избиратели, ну, не знаю, может быть, в том числе избиратели согласия тоже остались дома. То ли люди уже разуверились и считают, что ничего не изменится, то ли они считали, что и так все понятно, вот на ваш взгляд, как? Ну, здесь, здесь, конечно, меня больше всего удивил наш нынешний, пока еще, министр здравоохранения, Чакша, да, который сказала, ну, вы же видите, у нас такая низкая посещаемость, потому что люди всем довольны, мы уже как в Европе живем, и это получается, что есть люди, которые уже живут, как в Европе, для них все ясно, они могут не ходить, а есть другие люди, которые действительно разуверились, и здесь вы обе абсолютно правы, люди, которые понимают, что, что бы ни происходило, становится только хуже. Уж, раньше ходило 70%, это стабильные, выходили всегда на парламентские выборы. Ну, 67%, да. Ну, все равно это выходило очень, это более двух третей, это было как закон. На мой взгляд, наверное, какой-то слом такой произошел во время, вот, известного в 2011 году, вот этого решения, распоряжения президента номер два, а я называю это аферой Затлерса, когда был отменен парламент. И мы помним, когда пришли 95% пришли и проголосовали против существующего парламента. И должно было быть обновление всего. И обновление сильно пришло, довольно много, но парламент по сравнению с 2010 годом, он поменялся. Но оказалось, что качественный состав парламентарьев стал еще хуже. Насколько улучшился, значит, депутатский корпус в 2014 году, после выбора 2014 года, для меня большая проблема, потому что сейчас рейтинг латвийского Сайма как никогда низок. А то, что мы видим сейчас в 2018 году, мы об этом уже говорим сейчас, это бьет все рекорды. Так люди поэтому и думают о том, что бы я ни сделал, как бы я ни пришел, от этого становится только хуже. Так есть ли смысл мне тратить свой день, выходной день, на то, чтобы дать возможность каким-то клоунам после этого иметь достаточно высокие зарплаты и возможность самовыражения на самой высокой трибуне в нашей стране? Да, вот такие, к сожалению, мрачные итоги, по крайней мере, особенно люди не понимают, почему победитель выборов. Да, я согласен, что побеждать, может быть, надо было бы увереннее, или, может быть, многим хотелось, чтобы победили увереннее, но, тем не менее, есть победитель выборов, и даже не попытаться, вот, может быть, это такой камышек в огород президента получить победителя, сформировать правительство. Да, ведь сроки Конституции не уговаривают, в течение которого нужно сформировать правительство. Не удастся, есть другие кандидаты, но, по крайней мере, президент может сказать, что воля избирателей была выполнена, и победитель получил шанс. Ну, воспользовался он или нет, это другой вопрос. Но мне кажется, что это было бы по-европейски, по-демократически, потому что, когда нам нужны, выгодно упомянуть эти западные стандарты, мы их упоминаем, а когда невыгодно, мы забываем о них. А кто, ВМАБИК, сказал, что мы живем по европейским стандартам в политике? Нет, это наши правящие... Ну, это да, нам так говорят, но на самом-то деле это очень опасно. Вы об этом и говорили сейчас. Вроде как пришли новые партии, но фактически они состоят из людей, которые так или иначе в политике участвуют все последние годы. Значит, фактически это просто новая, как бы, новая реинкарнация партии власти. Но из всего представленного, представленного спектра в нашем парламенте, вот, наверное, только согласие предлагает поменять, какие-то внести кардинальные перемены. И в этом, может быть, и есть самая опасность. А если она действительно им удастся? Зачем рисковать? Зачем рисковать, когда можно постараться еще раз продавить, и не только продавить, в принципе, это вполне возможно. Хотя прецеденты, опять же, возвращаясь к 95-му году, они были. И тогда, скажем, в 95-м году, если кто помнит, Латвия могла пойти совершенно по другому пути, когда была не то, что появилась теоретическая возможность, когда была сформирована коалиция национального примирения, и у нее было большинство. Но именно тогда президент Ульманиста дал шанс на формирование Морису Гринблсу, представителю национально-радикальных сил, хотя прекрасно представлял, что он не наберет большинство. Да, и он не набрал в итоге. Но потребовался месяц от срочки для того, чтобы разрушить вот эту коалицию, которая могла бы повести страну совершенно по другому пути и дать уже тогда возможность альтернативы. Вот эта опасность альтернативы, она может и, наверное, преодолеть вот эту инерцию. Может лишь только выдающийся муж, государственный муж, коим, извините, но, наверное, наш президент, наверное, не является. И на самостоятельный поступок с далеко идущими, даже, может быть, с такими, как бы и уничтожить, может быть, эту главную оппозиционную партию, дать ей возможность и показать, насколько ее шансы мизерные, но на такой нестандартный поступок не способен. И это говорит, возможно, о полном обмельчании политической элиты в нашей стране. Как это не печально признавать? Может быть, такой последний вопрос, возвращаясь, может быть, к тому, с чего мы начали, по поводу Балтийского форума. Можно ли сказать, что мы близки вот к тому, я имею в виду, мир, когда мы можем сказать, что вот точка невозврата уже пройдена, и мы сейчас действительно вот так вот с головой, ну, не мы, а вообще мир окунется в это военное противостояние, там, не знаю, в Димарше. Одни будут ставить ракеты там в Европе, там, Россия будет там увеличивать свой военный потенциал, там, не знаю, в том числе на границах с Латвией, Калининградом и так далее. То есть, вот эта вот всеобщая милитаризация мировых держав, вот мы к этому идем. Или еще есть шанс не допустить этого? Ну, мне очень хочется верить, что все-таки такой шанс есть у Европы в первую очередь. Мы европейцы, мы живем в Европе, наверное, мы должны смотреть в первую очередь об Европе. Да, возникают новые базы, но пока все-таки пока все-таки это не очень большие какие-то силы. Усиленная батальонная группа, размещенная в Латвии, в общем, это дополнительная усиленная бригада по странам Балтии и Польша, это не тот, не тот, скажем, масштаб вооружения. Сейчас рассматривается, значит, размещение в Польше бронетанковой дивизии американской. Ну, одна дивизия бронетанковая это большая сила, но все равно это не тот как бы потенциал для для как бы опасности агрессии, действительно ширкомасштабной. Вот того, с чего мы начали ограничение, и может милитаризация ракетно-ядерных сил, здесь да, здесь опасность. Здесь как моментальная спичка, и уже через несколько минут, даже если это произведено несанкционированный запуск, начинается вот эта война, которая может превратиться в пожар. Здесь есть опасность, и может быть, поэтому европейцы сейчас очень напряженные и очень с большим тревогой следят за приостановкой вот этого договора, с чего мы начали разговор. по ракетам средней и малой дальности. Ну, что это может разрушить вообще все договора. Это сразу, это потому-то в 87-м году и был заключен договор, когда время подлета ракет измеряются минутами, отдельными минутами, и остановить уже ничего невозможно, вот эта опасность, она очень велика. Поэтому, ну, хочется надеяться, что мы все-таки остановимся на самом конце, может быть, на самом краю обрыва, и поэтому мы со своей стороны в том же Балтийском форуме будем предпринимать все для того, чтобы люди, по крайней мере, говорили друг с другом. Пока политики, пока эксперты говорят друг с другом, пока военные не прекратили, может быть, прислушиваться к мнению политиков, ну, наверное, еще есть у нас определенный шанс. Александр Васильев, исповедитель директора Балтийского форума, у нас был в студии, пожелаем удачи вот этой очень важной такой миссии, может быть, даже народной дипломатии Балтийского форума, которая 2 ноября пройдет в Юрмале, большое спасибо. Я хотел бы сказать еще, что мы открыты, и каждый может прийти и участвовать в работе нашей конференции. Да, и послушать. Спасибо большое.